Дамы и господа, Начинается торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации. Знаки лауреатов государственных премий Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, Дамы и господа, Дамы и господа, Дамы и господа, Под его руководством в Федеральном научно-исследовательском центре Кристаллография и фотоника создано важнейшее направление супрамолекулярной химии. В его рамках идет постоянный научный поиск. Получены выдающиеся результаты. Михаил Владимирович вместе со своими коллегами открыли новейший класс мельчайших фотоактивных элементов, разработали, разработали способы, смоделировали необходимые для этого устройства и машины. Член корреспондент Российской академии наук, один из ведущих ученых-химиков России. За свою научную карьеру сделал целый ряд ключевых открытий в области фотохимии и органической химии. Внес решающий вклад в разработку методов синтеза фотоактивных молекул, своеобразных строительных блоков для супрамолекулярных машин и устройств. Был также создан молекулярный конструктор для их сборки, не имеющий аналогов в мире. Все это свидетельство высочайшего уровня работы ученого и его коллег. Александр Константинович Чибисов Член корреспондент Российской академии наук Первым в нашей стране начал использовать методы изучения быстро протекающих фотохимических реакций. Предложил новые подходы к исследованию этих механизмов. Новаторские разработки Александра Константиновича проложили отечественным ученым путь к созданию супрамолекулярных устройств, работающих под воздействием света. Фундаментальные открытия Алфимова, Громова и Чибисова обладают огромным потенциалом для практического применения. Особенно в таких областях, как здравоохранение, экология, цифровые технологии. Иван Иванович Дедов Академик Российской академии наук Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ведущий российский эндокринолог создал в этой области новое направление персонализированной и высокоточной предупредительной медицины. Благодаря его многолетним разработкам были кардинально изменены подходы к лечению сахарного диабета, других заболеваний. Для тысяч пациентов открылись возможности активной продолжительной жизни. Это главный результат деятельности академика Дедова. Сегодня он вместе со своими коллегами продолжает исследования ради развития отечественной эндокринологии. Евгений Иванович Рогаев Доктор биологических наук Всемирно признанный специалист в области молекулярной генетики и генетических заболеваний человека. Его работы, посвященные открытию одной из причин болезни Альцгеймера, цитировались в научном мире более тысячи раз. Также широко известно достижение Евгения Ивановича в обнаружении генов других наследственных патологий. Полученные результаты имеют большое значение для создания лекарств и разработки методов лечения тяжелых заболеваний. Светлана Геннадьевна Сивкова Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Она стала инициатором создания в Калининграде уникального для нашей страны музея Мирового океана. Вместе со своими соратниками реализовала эту мечту. И уже третье десятилетие уверенно стоит на капитанском мостике этого музея. Сегодня его фонд насчитывает тысячи экспонатов, рассказывающих о морском наследии России, о многостороннем познании человеком тайн Мирового океана. Благодаря подвижническим усилиям Светланы Геннадьевны и ее коллег создан единственный в России музейный рейд и набережная исторического флота. Реализуются проекты военно-морского центра, завершается строительство экспозиционного корпуса «Планета-океан» и музейно-образовательного центра «Океан и я». Юрий Хатуевич Тимирканов Народный артист СССР, выдающийся дирижер современности. Его личность, талант, творческие принципы – это уже признанная величина в искусстве. Он востребован лучшими оркестрами мира. Ему рукоплещет публика самых разных стран. Но главным делом своей жизни Юрий Хатуевич считает Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он руководит им 30 лет. Именно здесь маэстро блестяще реализовал свои самые яркие замыслы. Воспитал не одно поколение талантливых музыкантов. Внес бесценный вклад в приумножение славы отечественной музыкальной школы. Борис Яковлевич Эйфман Народный артист Российской Федерации, всемирно известный балетмейстер, создатель нового направления в мировой хореографии. Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. На сцене своего авторского театра Борис Яковлевич реализует самые смелые художественные решения. Он автор более 50 балетных постановок. И в каждой из них с помощью языка танца раскрывается богатейший внутренний мир человека. Особого уважения заслуживает многолетняя педагогическая деятельность мастера, его большой вклад в подготовку новых поколений танцовщиков. Ирина Александровна Антонова Академик Российской Академии Образования Действительный член Российской Академии Художеств Заслуженный деятель искусств России Большую часть своей жизни она посвятила Пушкинскому музею Под ее руководством он обрел мировую славу Стал признанным центром образования и просвещения Все идеи и дела Ирины Александровны Носят новаторский, просветительский, подвижнический характер Ей принадлежит огромный вклад в сохранение бесценного культурного наследия В расширение и укрепление международных гуманитарных контактов Она открыла для зрителей многие шедевры изобразительного искусства В том числе искусство русского авангарда, личные коллекции российских собирателей Подарила миру знаменитые декабрьские вечера Ирина Александровна задумала и добилась реализации грандиозного проекта По реконструкции Пушкинского музея И сегодня всемерно способствует воплощению его в жизнь Этот проект позволит осуществить мечту основателя музея Ивана Владимировича Цветаева О создании в Москве музейного городка Уважаемые лауреаты, дорогие друзья Рад поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днём России Этот праздник символизирует свободную, устремлённую в будущее Россию Знаменует величие её многовековой истории, победы и совершения многих поколений наших предков Сегодня силу и славу Отечества утверждают наши современники Утверждают своим трудом, достижениями И одним из самых значимых событий, традиций Дня России Является церемония вручения знаков лауреатов Государственной премии Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны Высокого признания их заслуг перед Родиной Искренне благодарю вас, уважаемые лауреаты, за преданность За преданность духовным и гуманистическим ценностям За истинное служение российской культуре, науке, образованию, просветительству Ваша жизнь, увлечённость своим делом – пример особой, вдохновляющей силы И, безусловно, вы обладаете той внутренней свободой Которая открывает простор для реализации талантов Для дерзновенного творчества, научного поиска Только что в этом зале прослучали В самом общем виде, конечно, очень коротко Достижения наших лауреатов Но не могу отказать себе в удовольствии повторить некоторые вещи Ирина Александровна Антонова Относится к блестящей плеяде деятелей отечественной культуры Её имя уже вошло в историю мирового искусства Как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур Как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом Благодаря реализации новаторских замыслов Ирины Александровны Её подвижничеству труду в музейном деле была задана высочайшая планка А Пушкинский музей приобрёл мировую славу В российской культуре есть и уже всегда будет эпоха Антоновой Достижения Ирины Александровны в гуманитарной деятельности поистине выдающиеся Искренне рад поздравить вас, дорогая Ирина Александровна, с высокой наградой Настоящим талантом, природным даром, даром приобщения людей к музыкальным шедеврам К высшим идеалам и ценностям обладает маэстро Юрий Хатуевич Тимирканов Он достиг вершин профессий и славы, внёс огромный вклад в развитие мировой культуры Отстаивая строгий академизм в искусстве, Юрий Хатуевич наполнил классические произведения Своим гениальным видением замысла композиторов Этот уникальный тимиркановский стиль восхищает поклонников маэстро в самых разных странах мира Став художественным руководителем симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Хатуевич обогатил его звучание новыми красками Продолжая дирижировать именитыми коллективами мира, считает самой важной работу в родном городе Говорит, что Петербург командует его душой Человеком легенды справедливо называют и Бориса Яковлевича Эйфмана Не каждому дано уже с юности знать своё предназначение И неуклонно идти к этой цели, к созданию своего самостоятельного направления в хореографии Борис Эйфман – это всегда смелость, всегда свобода, отказ от заданных рамок и канонов Его постановки перевернули представление о балете Открыли богатейшие возможности этого вида искусства Увлекли зрителей абсолютно новым стилем танца, сложным, ярким, эмоциональным Хореографический язык Бориса Эйфмана, его актёрская школа уже стали классикой Вошли в учебники и не только по форме воплощения творческих идей Но и по глубине психологического, философского осмысления природы человека Его поступков и духовных исканий Светлана Геннадьевна Севкова посвятила свою жизнь сохранению и популяризации морского исторического наследия Её увлечённость любимым делом позволила не только реализовать многие планы и мечты Но и заразить ими, объединить неравнодушных, деятельных людей Путь к созданию Калининградского музея Мирового океана начался со спасения Для истории легендарного научно-исследовательского судна «Витязь» Тогда, в 1990 году, Светлана Геннадьевна и её единомышленники Проявили твёрдость, решительность И затем никогда не отступали перед трудностями И шли только вперёд Создали единственный в России комплексный морской музей Его посетители могут составить полное представление о Мировом океане О его природе, истории освоения В том числе отечественными исследователями Благодаря усилиям Светланы Геннадьевны Организована целая система изучения и сохранения морского наследия России Дорогие друзья, успехи отечественных научных коллективов Во многом определяют векторы современной науки Государственной премии у достойных достижений учёных Научно-исследовательского центра кристаллография и фотоника Российской академии наук Михаил Владимирович Алфимов Сергей Пантелеймонович Грумов Александр Константинович Чибисов Первыми в мире нашли решения, позволяющие на молекулярном уровне Конструировать и создавать материалы, которые меняют свои свойства под воздействием света Это фундаментальное открытие, безусловно, найдёт широкое применение в практике В области информационных технологий для максимально эффективного хранения и передачи данных В здравоохранении для контроля за здоровьем человека В экологии для точного мониторинга состояния окружающей среды Будет востребовано и в других важнейших сферах В последние годы наши учёные совершили настоящий прорыв в так называемых науках о жизни Они помогают предотвращать и лечить болезни, продлевать жизнь, улучшать её качество Так колоссальный вклад в развитие отечественной медицины внёс Иван Иванович Дедов Организатор науки, руководитель масштабных исследовательских программ в области эндокринологии Разработанные учёным методы персонализированной диагностики и лечения позволили на десятки лет увеличить продолжительность активной жизни пациентов Благодаря таким результатам Россия вошла в число стран-лидеров по борьбе с сахарным диабетом Биологу Евгению Ивановичу Рогаеву принадлежит целый ряд ключевых открытий, сделанных в процессе изучения наследственных заболеваний Он обнаружил генетические причины болезни Альцгеймера, гемофилии, врождённые катаракты Такие блестящие научные достижения приближают человечество к избавлению от ранее неизлечимых тяжёлых недомов Дорогие друзья, путь к успеху каждого из вас – это, конечно же, напряжённый повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью Убеждён – это большое счастье так жить, как вы Посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию Достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы Восхищать, удивлять, вдохновлять других грандиозными результатами своего труда Приносить огромную пользу родной стране и её гражданам Ещё раз сердечно поздравляю всех вас Поздравляю за то, что вы сделали Благодарю вас за то, что вы сделали для страны, для нашего Отечества И желаю новых свершений Спасибо большое за внимание Указом Президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2017 года За разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин Присуждена Михаилу Владимировичу Алфимову Уважаемый Владимир Владимирович Уважаемые гости Для меня и моих коллег Высокая честь удостоится высочайшей награды Российской Федерации И мы благодарны государству и нашему Отечеству, которому мы служили и служим всю жизнь За эту высокую оценку наших трудов Я хочу несколько слов сказать о наших работах Все мы знаем, что бурный прогресс цивилизации научно-технический начался с паровой машины И сегодня вокруг нас очень много устройств и различных машин И тем не менее, мы знаем все, что природные устройства машины и машина намного опережают рукотворные И поэтому есть вызов по созданию таких машин, которые бы приближались к рукотворным В этой области работает много ученых Одним из крупнейших институтов, работающих в России в этой области, является Курчатский институт Наша же область связана с тем, что мы пытаемся создать из больших органических молекул, которые синтезируются Создать такие наноразмерные устройства, которые напоминают биологические машины и устройства Именно тем, что они имеют ту же самую функцию в нано масштабе И это позволяет создавать вот такие супрамолекулы, мы называем большие молекулы Которые могут перемещать молекулы, могут их сшивать, могут узнавать Приблизительно то же самое делают биологические машины и устройства И естественно, что вот в этом направлении оно становится таким важным для научно-технического прогресса Можно ожидать того, что будут созданы новые материалы Владимир Владимирович уже об этом сказал Которые будут многофункциональные, которые будут умные Эти материалы и для техники, и для медицины И здесь мы верим в то, что нас всех ожидает хорошее будущее И поскольку сегодня праздник, такой торжественный день для науки и для искусства Я хотел бы вспомнить слова философа французского Монтэня Который сказал о науке так Наука – это великое украшение и чрезвычайно полезное орудие Спасибо В этой же номинации Государственная премия Российской Федерации Присуждена Сергею Пантелеймоновичу Громову Государственная премия Российской Федерации Присуждена Александру Константиновичу Чибисову За цикл работ по фундаментальной эндокринологии И внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение Государственная премия Российской Федерации Присуждена Ивану Ивановичу Дедову Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые участники торжественного собрания Позвольте мне выразить сердечную благодарность вам, Владимир Владимирович, членам Совета по науке и образованию И всем экспертам, кто высоко оценил нашу работу Государственная премия – высшая награда государства в области науки и технологий И мы ее расцениваем как признание эффективности многолетнего труда Большого коллектива Национального эндокринологического центра Сегодня практически весь спектр эндокринных заболеваний От редчайших, орфанных, до таких сально значимых, как сахарный диабет Входят в компетенцию шести институтов Национального центра Центр уникален по структуре и своему функционалу Ежегодно мы оказываем помощь порядка 50 тысячам наших пациентов Я приведу только один пример эффективности нашей работы Ключевой демохромический показатель Если 25 лет тому назад продолжительность жизни Пациентов с сахарного диабета второго типа, взрослого населения Составлял 55-60 лет, то сегодня для женщин 76, для мужчин 71 год Конечно, это результат совместной работы нашего центра Всего эндокринологического сообщества И мощной эндокринологической службы Российской Федерации Мы активно развиваем персонализированную медицину Медицину профилактического направления Геномные и позгеномные технологии сегодня позволяют предсказывать риски И нивелировать риски Предсказывать и рассчитывать индивидуальный мониторинг здоровья человека И при отклонениях гарантировать раннюю диагностику и индивидуальное лечение Мы много лет занимались иммуногенетикой сахарного диабета у детей И сегодня мы можем предсказывать риски развития этого заболевания Это ненаследуемое заболевание И когда заболел ребенок в семье, где есть дети Мы отвечаем родителям, что мы рассчитаем Мы по маркерам так проведем, гормональным, метаболическим Что он будет здоров А когда встречаются молодые люди, создают семьи Иногда семья здорового будущего члена семьи Стеной стоит и говорит, так сказать Вы гарантируете нам, что у нас будут здоровые внуки? И мы гарантируем это И когда двухлетняя девочка, заболевшая сахарным диабетом Вырастает в красавицу, оканчивает университет, выходит замуж И рожает одного, второго, третьего здорового ребенка Это чудо! Так же, как сегодня чудо, врачи генетики могут подарить семьям с наследственными заболеваниями Но персонализированная медицина требует других технологий, другие кадры Это углубленная биохимия с эволюционной эмбриологией Это другая генетика, это другая биохимия, это математика Чтобы рассчитывать не только генетические, но и эпигенетические факторы В развитии приказа, указа президента от 7 мая 2018 года Касающийся медицины, науки, здравоохранения Нами подготовлен ряд программ, которые позволят подарить дополнительно 12-15 лет Многомиллионной когорте наших соотечественников Которые сегодня входят в компетенцию эндокринологов Сегодня я с благовением вспоминаю своих родителей Своих учителей, которые привели меня в эту фантастическую область науки Какой является эндокринология Сегодня есть случай сказать всем, кто на протяжении многих лет Поддерживал и поддерживается развитие эндокринологии и нашего центра Пользуюсь сегодня праздничный день Позвольте мне пожелать всем нам и всей России Доброго здоровья и благополучия Премиально я передам фонды помощи детям Спасибо за внимание За обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов Ответственных за наследственные болезни человека Государственная премия Российской Федерации Присуждена Евгению Ивановичу Рогаеву Глубоко уважаемый Владимир Владимирович Глубоко уважаемые коллеги Огромное спасибо за столь высокую награду Для меня она очень ценна, награда Родины Я считаю, что в первую очередь это признание той области И важности тех исследований, которыми мы занимаемся Эта область называется генетика Главная и научная область, которая изучает живой мир Это признание значения генетики и в области медицины Человек имеет по подсчетам около 7 тысяч редких заболеваний Многие из которых являются наследственными Как правило, эти заболевания проявляются в раннем возрасте Но в ряде случаев такие болезни могут возникнуть и проявиться клинически Только в среднем или позднем возрасте, как болезнь Альцгеймера И вот в середине 80-х годов стала развиваться специальная стратегия генетическая Которая называется позиционное клонирование генов Благодаря этой стратегии была выделена серия генов наследственных заболеваний И стала известна причина патологии данных заболеваний При этом такие исследования не были основаны ни на каких предварительных гипотезах Или предварительных данных Следовательно, были получены принципиально новые данные И вот мне, конечно, приятно, что наш скромный вклад в данную область был столь высоко оценен Ну а что же сейчас? Чем мы занимаемся? Стали возможны применения таких геномных технологий О которых мы даже не могли мечтать еще несколько лет То есть в течение двух дней стало возможным, например, определение геномных последовательностей Геномные последовательности человека Это миллиарды знаков Можно это делать для многих людей одновременно И теперь задача, как же интерпретировать всю ту информацию, которая содержится в геноме Стало возможным исследовать на новом уровне молекулярные механизмы сложных заболеваний Особенно заболеваний, которые связаны с возрастом Как правило, главная причина смертности в современном обществе Это сосудистые заболевания, рак, дегенеративные заболевания Стало возможным применение генетики не только в медицине на принципиально новом уровне Но и в самых различных областях биотехнологии, в экологии, исследовании истории, эволюции и даже биоэнергетики Ну и я надеюсь, что нам удастся получить полезные результаты в крайней мере каких-то из этих областей И хотел бы в связи с этим упомянуть высказывание, которое приписывается академику Николаю Вавилову Организатору и основателю генетики у нас в стране Важно взвалить на себя как можно больше Это лучший способ сделать как можно больше И в заключение хотел бы, конечно, поблагодарить своих родителей, своих родных Своих сотрудников, которые работают со мной много лет Коллег, особенно в области медицинской генетики НР и наук Без их клада не было бы получено никаких результатов Спасибо большое еще раз за награду Для меня это очень важно Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года За вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия Присуждена Светлане Геннадьевне Сивковой Уважаемый Владимир Владимирович Уважаемые участники торжественного собрания Прежде всего я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович И Совет по культуре и искусству За эту высокую оценку работы, деятельности нашего Музея Мирового океана По сохранению морского наследия России Музей очень молод Нам всего четверть века И по музейным меркам мы просто в детском возрасте находимся Музей начинался с нуля Музей начинался с разбитого легендарного корабля «Витязь» И этот корабль дал имя нашему музею Музей Мирового океанга Планка поставлена была так высоко, что нам пришлось изрядно потрудиться Но русским морякам лучше всего удаются предприятия невыполнимые Сегодня музей – это набережная исторического флота, которая протянулась от Калининграда до Санкт-Петербурга В Калининграде легендарный «Витязь», боевая подводная лодка 641-го проекта, другие корабли В Санкт-Петербурге ледокол «Красин» Героический ледокол «Красин», который в этом году отмечает 90 лет со дня спасения итальянской экспедиции Умберто Нобили Сегодня музей Мирового океана – это единственный комплексный морской музей России Музей истории исследования и освоения Мирового океана Музей природы Мирового океана Мы строим корабли, поднимаем паруса, воспитываем мореходов и формируем морское сознание нации Сегодня мы строим свой главный корабль – Музейный центр географии и экологии – планета Океан Мы хотели бы, благодаря этому центру, ответить на вопрос великого Канта На что я могу надеяться? Ответить на вопрос, что я должен сделать, чтобы сохранить себя и свою планету Сегодня день России Россия – великая морская держава И мне кажется, что эпоха Витязя, золотой век в исследовании Мирового океана, должен продолжаться Мы не должны утратить своих позиций в Мировом океане И прежде всего потому, что сегодня экология, сохранение природного наследия нашей планеты Земля Которую по праву можно было бы назвать планетой Океан для Одесса Космоса Нужно сохранить Музей Мирового океана и вообще музеи В целом это те организации, которые могут выполнять эти очень важные и серьезные функции Потому что музеи соединяют прошлое с будущим Я поздравляю всех с замечательным праздником, Днем России Спасибо За выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры Государственная премия Российской Федерации присуждена Юрию Хатуевичу Тимирканову За вклад в развитие отечественного и мирового хореографии Государственная премия Российской Федерации присуждена Борису Яковлевичу Эйфману АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Владимир Владимирович Позвольте выразить вам сердечную благодарность за столь высокую оценку моего искусства За неизменную государственную поддержку Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца В этом году наш театр отметил юбилей За четыре десятилетия мы создали уникальный, успешный и востребованный в мире балетный репертуар современной России Искусство выдающихся музыкантов, артистов открывает миру красоту и богатство души наших соотечественников Приобщает к великой культуре России представители разных континентов, разных религий, разных политических убеждений И мы гордимся тем, что мы активно участвуем в этой архиважной миссии культурной дипломатии Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года Присуждена Ирине Александровне Антоновой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень благодарна Спасибо за эту удивительную премию. Дорогому Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, я благодарю вас за ваше доброе приветствие. Мне хочется сказать, что вот эта премия, она не в такой степени на слуху, как, скажем, премия, посвященная культуре и искусству. Премия за гуманитарную деятельность. Но она замечательна тем, само ее возникновение. Во-первых, она может быть присуждена не только деятелям культуры и искусства, но и другим деятелям. Мы знаем, что такие премии могли получать и, скажем, Примаков, политический деятель. И мы понимаем, как расширилось представление о премии, когда она получила вот это наименование гуманитарной. Она обращена прежде всего к человеку, к его непосредственной деятельности, к его развитию, к его определению в мире, к расширению его возможностей, конечно, в области искусства, культуры и других смежных областей, но и вообще во всей его деятельности. И мне очень дорого то, что эта деятельность, которую проводят ряд музеев нашей страны, особенно в последнее время, что она отмечена, что она замечена в нашей стране. Ну вот, скажем, такое явление нам удалось передать более тысячи экспонатов, прежде всего, слепков, которые были, соответственно, отреставрированы и приведены в экспозиционное состояние, в РГГУ, в музей гуманитарный, в гуманитарный университет Москвы. Это было огромное дело, потому что, вы знаете, все эти памятники размещены в шести больших залах. И для студентов, ну, не может безнаказанно пройти то, что каждый день они видят эти замечательные, великие произведения от древнего Египта до эпохи Возрождения. Вот это новый подход, я бы сказала, вот к такого рода деятельности. Или передача, ну, это, конечно, по воле Святослава Рихтера, его квартиры, вот нашему музею. Там сейчас проходит очень активная деятельность, и приходят люди самые разные, самые неожиданные, которые, может быть, не придут в консерваторию, не придут на какой-то концерт, другой зал, но они придут в квартиру Рихтера и послушают там концерты прекрасных музыкантов, которые, кстати, там проходят часто и замечательно посещаются. Ну, вот одна из последних новинок. Мы организовали такой вот уже, пятый год пойдет, такую группу наших, ну, приходящих в музей наших слушателей, наших посетителей, которую мы назвали третьим возрастом. Мы не говорим, что это пенсионеры. Это такое изящное, если хотите, название. Ну, мы его посмотрели в той же Франции. Вот. Люди третьего возраста. Вы знаете, сейчас их очень много, людей пенсионного возраста. И иногда люди между 70-80 годами, ну, они немножко чувствуют себя некомфортно в среде очень молодых людей, которые приходят на лекции, а очень активно приходят на лекции в музей. А вот возможность занятий с ними специальное, причем с подобным, сбором специальных программ, естественно, она их воодушевляет. И они приходят, они пишут работы сами, пишут работы об искусстве. Они занимаются в кружках, соответственно, вот. И одним словом, они нашли себе применение. Ну, у них уже взрослые дети. Они имеют и обладают тем временем свободным, которого у них, может быть, не было раньше. А вот сейчас у детей есть время прийти. И в близкой им среде, вот, все это, мне кажется, и многое другое, я не буду, конечно, перечислять, относится, мне кажется, к этой гуманитарной сфере, когда мы думаем о самом человеке, о его приближении к культуре и искусству. И вот такие возможности сейчас открываются. Я очень благодарна. Вы понимаете, это большой объем работы. Благодарна нашему коллективу и тем, кто работает в нем уже много-много десятилетий. Так принято в музеях, здесь работают подолгу. И тем, кто не так давно к нам пришел, все они погружены в эту работу. Большое им спасибо, им поклон. И эта премия в полной мере принадлежит и им тоже. Спасибо. Спасибо. Уважаемые лауреаты, дорогие друзья, один из награжденных сегодня лауреатов, по-моему, Иван Иванович Дедов сказал, рассказывая нам о своих исследованиях, сказал о том, что современные методы позволяют заглянуть в будущее, позволяют прогнозировать. Сегодня праздник, День России, и каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей Родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми. У нас их сотни тысяч, миллионы по всей стране. И мы знаем и видим, что когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надёжно обеспечено. Всё будет хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok